Я Валера Заненко, и сейчас мы общаемся с Владимиром Сандаренко, с мастером спорта на остальном теннице, с лидером сборной России. Сейчас Владимир Сандаренко занимает в российском рейтинге первую строчку, игрок немецкой Бундеслиги. Только что Володя выиграл у Афсара Амара в тяжелом матче. Первый сет проиграл, а потом выиграл три на балансе. Скажи, пожалуйста, какой у тебя был рисунок на эту игру? Я с ним не играл раньше никогда, но всегда смотрел матчи в Бундеслиге. Он играл в Дюссельдорфе, а я тогда два года играл за Оксенхаузен один год и за Бергнольштадт. Я знал его в принципе стиль игры, что он делает. Знал, что он больше где-то играет от приема, больше отдает, держит, хорошо видит стол. В принципе, плана не было какого-то, надо было просто с первого очка. Потому что сейчас еще сделали из пяти сетов, это очень тяжело. Такое ощущение, что я до 21 играю и в 10 утра еще матч. У меня еще стиль игры такой, мне тяжело входить. И обычно я вот первые сеты, может даже первые два сета, я как бы еще не такой разогретый и не могу показать даже 70% своей игры. И вот мне как бы в этом тяжело, что из пяти. Но как бы нормально получилось в этот матч, что я уже с первого очка как бы пытался себя завестись, войти как-то в игру. И да, где-то повезло немного во втором сете на балансе. И в последнем сете тоже как бы 10-6 проигрывал. И там уже как-то более-менее расслабился. Ты от себя играл, получается? Можно сказать, что ты его задавил, его с захода больше задавил, потому что он так не заходит? Да, да, да. Ты его прямо задавил очень. Над ногами хорошо работал, то есть в Германии физикой занимаемся. И на заходе как бы согласен, то есть хорошо играл сегодня. То есть ногами прям в диагональ, ему вправо, как бы хорошо зажимал. А вот у тебя уже, ну скажем, Асар Амар, он давно входит в полтинник. То, что в Бундеслиге играешь, и играешь постоянно с такими же, это уже придает уверенность. Да, даже 10-5 партий на вылет и играешь все равно. Даже проигрывая 1-0, начинаешь играть уже уверенно. Есть такое? Ну, я в Бундеслиге как бы, это вот первый мой сезон в Бундеслиге. И как бы нормальный. В том плане, что я играю почти что все. Просто предыдущие сезоны, я вот играл за Оксенхаузен, я сыграл 7 игр личных всего. А самый первый сезон я вообще почти что не играл. Три матча сыграл. То есть это мой первый сезон вот за Ной Ульм. И как бы, не знаю, очень сильно отличается Бундеслига от вот таких мировых турниров. Тут как бы огромный зал, трибуны как бы огромные, нет болельщиков как бы. Сейчас как бы их и так нет из-за короны, но в Бундеслиге все равно немножко по-другому. По психологии все-таки командный матч. Но придают уверенности мне больше победы. Не просто то, что я вот играю против них, а вот, например, я выиграю игроков там как Фальк или Роблис. Мне немного придает эту уверенность все равно уже в будущем. Вот мы с Игорем общались и заметили, вернее, я заметил, он подтвердил, что ты стал больше заходить, чем раньше. То есть сейчас ты реально перестраивался, чтобы больше бегать правой стороной вообще в своей игре? Ну, у меня просто справа раньше было не так уверенно, может. Я когда в Германию переехал года два назад, три, Дима Мазунов и тренеры с Оксенхаузен, они как бы помогали мне немного технику подправить, с ногами работать, какие-то движения, чтобы я быстрее выходил на мяч. И, ну, справа как бы чувствую намного лучше все равно. У меня и, по-моему, как бы все, в принципе, в мировом настольном теннисе почти что все как бы надежнее играют справа. Кто-то хуже, кто-то лучше. И я не могу сказать, что я слева прям отдаю все. То есть я слева и подыгрываю, и могу сыграть. Просто справа для меня, я уверен, что какой-то мяч я лучше сделаю справа и попаду стопроцентно на стол, чем слева. Вот ты проиграл 10-6 в четвертой партии. О чем ты думал? Что уже на 5-сет отправился? Нет, нет, вообще реально был уверен, что могу еще выиграть. И в момент такой хороший попал психологически, что расслабился. Прям вот без напряжения и такое спокойствие, удовлетворение на душе было. Прям реально думал, что могу выиграть. 10-6 его подачки, в принципе, уже знал, что и как будет. Подал мне один раз длинную, один раз короткую. В принципе, вышел, оставил. Прям уверен был. И при 10-8 две свои уже я прям еще более уверен был, что вот сейчас уже получится. Уже знал, что подавать. И в принципе, да, при 10-9, когда тайм-аут взял, я как бы еще хорошо сделал, что длинную подал, не побоялся. Потому что он слева хорошо принимал вот этой бутерфляевской накладкой дигминс, типа китайской. От нее очень хорошее вращение летит. 0-9-с, да? 0-9-с. Да, да, там как бы тяжело с ними коротко играть. Я уже думаю, ну тут уже ладно, надо пол-ин идти и длинную подал. Ну вот, да, можно сказать, выручила подача. У тебя сейчас накладки какие? Я все доником-доником играю. У меня специальные накладки и все вот доник у меня. Blue Fire M1 Turbo? Blue Storm. Blue Storm Z1. Blue Fire M1 Turbo Turbo. И основание какое? Основание у меня тоже доник. Оно тоже специально, оно без названия идет. Там как бы вообще просто... Пробовали, тебе представили, много ты выбрал под себя, да? То есть ты как тестировал, да? Да, да, я тестировал, у меня много деревяшек было, там прям очень много. И я по весу подбирал, и что-то схожее к Мизутане. Вес сейчас сколько у тебя? Вес, я тяжелый, не очень люблю. У меня вес где-то 88-89, вот так вот. Ну, хороший. То есть не очень тяжелый. За 90 играет, да? Многие за 90 играют, да? Не-не, много-много, много кто любит потяжелее, там 91-92, чтобы более контрольный был. А мне лучше, чтобы быстрее была, как бы контроль. Я привыкнуть могу к этому. А накладки у тебя к квадрату приходят? Сколько веса или просто тоже спрашиваешь? Справа у меня 52,5, а слева 50,5. Ну, это ты уже имеешь в виду, уже без упаковки они приходят, 52,5 и 50... Или вообще обрезанные? Ну, они просто уже в коробке в белой приходят, и стопка накладок идет. Я им заказываю, мне нужна вот такая... А вес ты сказал уже... Подожди, квадрат все равно 52, это же мало весит получается. Нет, это не вес, это жесткость. А, жесткость. Вес я точно не знаю. А, 52. Вес я точно не знаю. Справа жестче 52,5, да? Справа жестче 52,5? Да, да, да. Я думаю, даже если буду играть дальше, то в какой-то момент можно будет и 55 попробовать. Потому что, в принципе, сила есть справа. У тебя следующая игра с Нутиком, с Левшой? Что там, как-то уже... Восколько у тебя игра вообще вот эта следующая? Там не написано просто... Завтра, завтра будет. Утро? Не знаю. Вот это не знаю. Они делают очень странно расписание, я вот прям вообще без понятия. Это неправильно. Ты же должен не планировать, ну, как вообще по идее. Ну, они... Ну, это как бы, да, это новая система ВТТ, и столов сейчас немного из-за короны, и как бы вообще непонятно, что и как. Я вот вчера узнал, что я играю в 10, там только уже под вечер. Да, неправильно, абсолютно. Абсолютно неправильно. Нутик Левша, что ты можешь сказать? Он играет во французской лиге. А Сара Мар тоже во французской играет? Не помню? Ну, он перешел, да, да, перешел тоже. Вот. И что ты можешь сказать про Нутика? Что-то есть, какие-то мысли? Про Нутика, в принципе, тоже не игрался никогда, но так же видел. Он, в принципе, по стилю недалек прямо от Сара. Он тоже держит такой, как бы, не вот прям, чтобы на один выигрыш идет, сразу одним ходом. То есть любит тоже покидать где-то, подержать, катать слева налево. Как бы, подача хорошая, подача хорошая. У него обратка, обычные такие, то есть подача у него хорошая. Но что, тут уже из пяти это уже лотерея, тут надо заводиться с первого очка. Ну вот в немецкой Бундеслиге же много левшей там играет Карлсон, да, и... Ну, вообще, левши. Да, да. А ты как, уверенно себя чувствуешь с ним или с правшами удобнее? Левшами, фух, смотря с кем. Если там какой-нибудь попадет с подачи, очень сильная левша, прям вот, иногда очень неудобно. Потому что, как бы, сильная подача, и еще, если еще и справа хорошо, то очень тяжеловато. Есть игроки, которые правши, они даже с сильными подачами, можно как бы зайти там слева как-то оставить. Или уже срезать там влево, и там уже как-то от приема. Но, в принципе, 50 на 50 играю с левшами, с правшами. Нет такого, что... Кто тебя секундировал в этой встрече? Салабаев, Валерий Иванович. Понятно, понятно. И, ну, соответственно, завтра то же самое будет, да? Ну, если в одно время ни с кем не буду играть, то, скорее всего, да. А тренер из Германии там, Дима Музнов, будешь созваниваться на счет Нультика сегодня? Да, да, он мне, конечно, он мне вчера звонил на счет Асара, и сегодня мы вечером с ним будем говорить. Он мне как бы так прям сильно, ну, не объясняет, не загружает мне голову, чтобы я немного прям думал перед матчем. Так, как бы пару советов, что, куда играть. Куда подать, да? Куда принять? Какие-то такие вещи куда подать? Ну, он так, он, да, как бы видео смотрит в Ютубе, не вот прям как куда подать, как принять, это уже прям мелочи уже. Он, как бы, просто говорит рисунок игры Нультика, как бы, что он делает, как бы. Где сильнее он, да, где, что подает чаще, да? Ну, да, да, как бы, в принципе, именно его игру, не именно как мне сыграть, вот так вот он про Асара говорил, что Асар, как бы, нельзя там бояться влево резать человеку, то есть он не убьет тебя, накинет там, да, что можно играть вправо, то, что я, в принципе, и делал, то есть тоже человек не будет тебя убивать. То есть как бы больше рисунки игры его, а не, в принципе, как вот играть именно по тактике. Ну, да, дельные советы, конечно, то есть это, и это тебе голову не особообразит, да? То есть ты можешь перестроиться в игре, то есть у тебя нет такого, что-то вот так пошло, ты можешь сам немножко перестроиться, уже не знаешь, что будет делать. Не-не, конечно, это все мелочь, это все мелочь, то есть то, что говорит тренер, понятно, но ты это все, как бы, информацию берешь, перерабатываешь, и в конечном итоге ты сам должен думать, что и как. Потому что, мало ли, я не знаю, там кто-то говорит, вот я играл с Арабом в первый матч, Араб нормальный, на чемпионате мира вышел в сетку в Будапеште и попал в Токио. Я выиграл 3-2, и мне перед матчем там тоже и Валерий Иванович говорил, и Дима, что слева человек не умеет играть. Но они там смотрели матч года два назад, человек выходит мне закрытыми глазами, туда-сюда, слева меня возит. Я это 3-2 еле-еле выиграл. То есть это как бы все понятно, тебе говорят, но в конечном итоге ты сам должен как бы подстраиваться под соперника и искать там какие-то маленькие вещи, и уже перестраиваться, чтобы ты смог выиграть матч. Как ты сегодня день проведешь? Вечер? Что ты будешь делать? Тренироваться, растяжка? Какие-то упражнения поделаешь? Сегодня, да пойду поем, посплю, поеду в зал, потренируюсь, и там уже буду разминаться перед смешкой. А, у тебя сегодня смешанная пара еще, да, вечером, правильно? Да, у меня с Маш Тилаковым 7 вечера. Вы вчера не играли, подожди, я вчера вас не видел. Нет, выиграли, выиграли. А, ладно. Выиграли вчера 3-0, первый матч. Не видел я. Я видел Сашу Шибаеву, Михаилу. Да, мы после них играли. Ну что, я думаю, что эта тренировка будет хорошей перед завтрашней вообще. Ну как, немножко в паре поиграть, да? Да, да, чуть-чуть, чуть-чуть, да, стол почувствовать опять. Потому что, я говорю, до сих пор не привыкнул к залу, тяжело. Пол этот, тирофлекс, под ним бетон, и прям очень жесткий, тяжело играть. Кто-то упал, снялся из немцев. Да, 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 этот Сэм Волкер упал, подвернул ногу. И я, я играл первый матч с Арабом, и пятый сет, 1-0 веду, выигрываю очко. Ну, как бы еще не выиграл, идет розыгрыш второго очка в пятом сете. И задеваю, как бы, ногой тирофлекс, и он просто отрывается. То есть, это уже не только в пятом сете был, уже это и в первом, как бы, случилось, но не так глобально. И я прям чувствую, все, уже оторвался. Я просто ногой цепляюсь за тирофлекс, и меня, как бы, чуть так тащит, прям, ну, задерживает. И я говорю, как бы, ну, это ненормально, давайте что-то сделать. В итоге они хотели, как бы, разобраться, заклеить. В итоге это все, там, на 10 минут затянулось. И они говорят, давайте мы тогда поменяем стол. В итоге мы с одного стола просто взяли, на другой перешли. Ну, то есть, я не знаю, для такого контендера, как ВТТ, это вообще ненормально, чтобы пол рвался, там, или свет светил у них, это вообще ненормально. Как бы, организация, очень странно, что вот, все так. Володя, спасибо тебе большое за вот это интервью. И, надеюсь, мы тебя не сильно утомили. В общем, спасибо тебе большое за успехов. Да, нет, нет, это нормально. Да, чтобы ты психологически настраивался. Приятного тебе аппетита, чтобы все у тебя получилось. Вечером удачи, завтра удачи. На связи будем. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.